Как здорово, что мы с вами живем в 21 веке, когда есть возможность не просто прочесть книгу, а напрямую поучаствовать в некоторых сюжетных поворотах, битвах и даже выбрать варианты ответов в диалогах. Все эти возможности предоставляет нам игра Ash of Gods Redemption, выходец Kickstarter от студии Aurum Dust, идейный последователь The Banner Saga от Stoic Studio. Игра еще только собирается релизнуться, но нам посчастливилось, благодаря разрабам, заиметь предрелизную версию, которая давала доступ к 100 минутам игры. Итак, Ash of Gods Redemption – это компьютерная игра, которая вобрала в себя элементы различных жанров, таких как roguelike RPG, пошаговая стратегия и карточная игра. Rogelike – это, если кто не в курсе, поджанр компьютерных ролевых игр, характерными особенностями которого являются генерируемые случайным образом уровни, пошаговость и необратимость смерти персонажа. Сюжет подается в виде графической новеллы, довольно популярной для современного геймдева и выдержан в стиле фэнтези, довольно темного и мрачного. С самых первых минут игры мы узнаем, что наша жена смертельно больна. Ужас какой-то. Не наша, а одного из главных персонажей. И возможности вылечить ее нет. По крайней мере, наши герои, а начинаем мы игру за отца с дочерью, уже отчаялись искать лекарства. Вообще, в центре истории окажутся три разных действующих лица. Капитан Торн Бреннин, охранник Ло Фэнк и писец Хоппер Роули. Но пока у нас в распоряжении только капитан Бреннин, поэтому дальше рассказ будет базироваться на его примере. Начинаем мы с того, что наши ГГ прогуливаются по ярмарке в день весеннего равноденствия. В поисках подарка для больной жены и, соответственно, матери. И тут как раз нам предстоит сделать свой первый выбор, который повлияет на дальнейшие события в игре. Это что именно купить в подарок. Например, что-нибудь из одежды или украшения, чтобы хоть немного сделать приятное для умирающей матушки. И если выбрать украшения, то к нам попадут некие камни-стриксы, которые вроде как могут помочь ей излечиться. Но колокол начинает бить тревогу, все жители в панике бегут прочь, и вам нужно скорее спешить домой, пока не случилось горя. Ну и, пожалуй, хватит сюжета. Дальше начинается закрутка всего этого действия, и спойлерить его не хочется. Повествование в Ash of Gods построено на череде моральных выборов, где каждое принятое игроком решение существенным образом влияет на дальнейшее развитие сюжета в игре. Чаще всего выбор этот не будет очевидным и простым. Придется выбирать меньшее из двух зол, как говорится. И каждое решение будет иметь серьезные последствия. Автором сценария игры является популярный российский писатель-фантаст Сергей Малицкий, известный по таким романам, как «Кодекс предсмертия», «Пепел богов» и так далее. На сайте разработчика можно найти некоторые главы из романа Сергея, послужившего литературным первоисточником для сценария игры. Битвы в игре реализованы в виде пошаговых боев в изометрической проекции. Интересной фишкой боевой системы является использование в качестве расходника для умений не только энергии, но и здоровья персонажа. Вместе с тем игрок может воспользоваться колодой карт, являющейся аналогом очень сильных заклинаний. Формирование колоды выдача карт на руки в бою и их применение во многом схоже с классическими карточными играми. Так полученные в начале боя карты часто определяют стратегию игрока, а персонажи на поле боя тактику. Помимо одиночной кампании в игре заявлен PvP режим, который к сожалению на данный момент опробовать не удалось, все-таки придется подождать релиза. Музыкальное сопровождение как нельзя кстати дополняет игровой процесс, передавая атмосферу происходящего и создает все условия для полного погружения в игру. Если вам в свое время зашла баннер сага, то абсолютно точно понравится и Ash of Gods. Хотя вот например мой коллега не играл в сагу, но ему очень понравилась эта игра, так что попробовать ее стоит всем заинтересовавшимся. Но опять же, если вы не любите такие игры, в которых вы словно погружаетесь в книгу, зачитываясь кучей текста и думая над моральным выбором героев, то зачем вы вообще досмотрели ролик до этого момента? Эх, радует, что и наши отечественные разработчики все чаще появляются в толковых проектах. Глядишь, наш русский геймдев когда-нибудь догонит западных игроделов, на что мы очень надеемся. Ну а на этом, пожалуй, будем прощаться с вами. После релиза еще, думаю, сделаем первый взгляд или может быть даже стрим, там видно будет. А на сегодня все. Как всегда, до новых встреч в новых роликах. Субтитры создавал DimaTorzok